приветствуем вас на канале надзор.юа меня зовут бурлаков федор я являюсь техническим специалистом компании сегодня мы рассмотрим поэ коммутаторы на примере трех брендов расскажем зачем они нужны и как их подключать поэ коммутатор нужен нам для того чтобы упростить подключение цифровых видеокамер они нужны для того чтобы подавать питание и получать данные от камеры по одному и тому же кабель как я уже и рассказывал в видео про поэ инжектор только в поэнджекторы мы можем подключить только одну камеру здесь же мы можем подключать столько камер сколько у нас есть активных поэ портов у нас представлены три производителя это фирма даха я нас фирма даха вот фирма дахла вот и коробка вот собственно их устройство это фирма ютепа фирма ютепа нет это МНВ, вот УТЭПА, вот их аппарат, и ОНВ, вот их аппарат. То есть в данном случае у нас 4 активных ПОЭ-порта, в ОНВ также 4 ПОЭ-порта, а в УТЭПА у нас 8 активных ПОЭ-портов. Подключение происходит так же, как и с ПОЭ-инжектором. То есть мы монтируем камеру, подключаем с одной стороны в нее Ethernet, а другой конец Ethernet мы подключаем в активный ПОЭ-порт. И поэтому порту камера получает и питание, и сюда же передает данные. Коммутатор собирает данные со всех видеокамер, подключенных к нему. И далее мы берем один из портов. В данном случае здесь у нас, например, есть апплинки, так называемые. То есть тут нет ПОЭ, но эти порты должны соединять нашу систему либо с роутером, либо с регистратором, либо и с тем, и с другим. То есть здесь у нас 2 апплинка, здесь у нас в ОНВ тоже 2 апплинка, как видите. Сюда можно подключить, например, регистратор, а это роутер и интернет. УТЭПА у нас сегодня представлен в виде активных 8 ПОЭ-портов и SFP-порта для подключения оптики. Есть такие же ПОЭ-коммутаторы, только вместо SFP-порта у нас 1 или 2 апплинка. А сейчас мы рассмотрим каждый ПОЭ-коммутатор в отдельности, определим их сильные и слабые стороны и попытаемся сделать небольшое сравнение. Итак, для начала, что нам нужно, кроме ПОЭ-коммутатора, для того, чтобы произвести подключение камер? Нам нужны блоки питания. Для нашего коммутатора ОНВ нужен только вот такой вот кабель питания, потому что у него блок питания является встроенным уже в сам коммутатор. Это является, скорее всего, его плюсом. Для коммутаторов ДАХО и ЮТЭПА, кроме вот этого кабеля, еще нужен сам блок питания. На данном случае 53 Вольта. То есть нам нужно подключить вот так вот это подключается, и уже только после этого мы подключаем это в коммутатор. Плюс это или минус сказать сложно, смотря какие стоят задачи. Теперь поговорим о том, чем еще отличаются данные ПОЭ-коммутаторы, кроме блоков питания. У всех наших ПОЭ-коммутаторов активные ПОЭ-порты. В данном случае у ОНВИ их 4 и 2 порта АПЛИНК, которые не являются портами, раздающими ПОЭ. Сюда можно подключить, например, регистратор и роутер, в котором уже есть интернет, скажем так. То есть собрав систему воедино. Точно так же мы можем сделать и с ДАХО. То есть у нас кроме 4 активных ПОЭ-портов есть еще 2 АПЛИНКа, куда опять же можно включить роутер и регистратор. ЮТЭП у нас сегодня представлен в виде активных 8 ПОЭ-портов и SFP-порта для подключения оптики. Но также есть точно такие же модели, у которых 2 или 1 АПЛИНК для того, чтобы собирать систему. Итак, чем еще отличаются эти ПОЭ-коммутаторы? У каждого ПОЭ-коммутатора есть переключатель, который переключает из режима Default в режим Extended. Ну или какие-то подобные системы. Что это дает? В режиме Default у нас все ПОЭ-порты имеют равную нагрузку. В режиме же Extended, когда вы переключаете, в данном случае, видите, у нас один порт выделен оранжением. Это значит, что в режиме Extended именно на него подается максимальная нагрузка. Зачем это надо? Мы можем на один порт, на одну камеру подать максимальную нагрузку для того, чтобы наверняка ее запитать. Здесь в ONV у нас тоже есть переключатель, но здесь он подает максимальное на четвертый порт. И это указано у нас сбоку от портов, есть надпись четвертый пор Extended. У Utepa все немножко не так. У Utepa, во-первых, у нас 8 портов. И если вы приглядитесь внимательно, вы увидите, что у нас 4 порта отделены от других 4 даже физически. Почему так сделано? Если снять вот эту крышку, вы увидите, что у нас под каждые 4 порта идет своя отдельная плата распределения нагрузки. То есть он состоит из двух модулей по 4 порта. Когда мы переводим его из режима Default в режим CCTV, он так здесь называется, то у нас распределение идет не на один порт идет максимальная нагрузка, а на два порта в каждом блоке. То есть один порт в одном блоке и второй порт в другом блоке. На них идет нагрузка практически максимальная всего блока питания. Так вот интересно распределяется нагрузка у Utepa. Какие еще у нас есть интересные характеристики? Это у нас заземление. То есть у нас у Utepa, видите, есть специальный винт под заземление. И у Unvi тоже есть специальный винт под заземление, что говорит о том, что у нас эти порт-коммутаторы имеют угрозозащиту. У Utepa мы однозначно проверяли на большом объекте грозозащиту. И у нас, когда происходит гроза, у нас камера остается целой, а выгорает порт коммутатора. Это спасает камеру, которая гораздо более дорогостоящая, чем один порт, скажем, коммутатора. И, в принципе, это спасает. То есть мы теряем порты, но не теряем камеры. Это очень полезное свойство. Что еще? Вот этот оранжевый порт, кроме того, что на него подается в режиме Extended максимальная грузка, имеет еще одно интересное свойство. Для того, чтобы его понять, нужно понимать, что есть несколько стандартов ПОЭ. Один из стандартов ПОЭ работает таким образом, что по четырем жилам у нас идет питание на камеру, и по четырем жилам у нас идет данные. Видео данные. Ну, не видео, а просто данные, скажем так. И есть второй режим ПОЭ, по которому по четырем жилам идет и питание, и данные. У нас в Дахуа три порта имеют стандарт ПОЭ, где используются все восемь жил. А вот этот оранжевый порт как раз имеет стандарт ПОЭ, который поддерживает четыре жилы. То есть если по какой-то причине у вас в восьмижильном вашем стандартном кабеле Ethernet вдруг часть жил, скажем, повредилась, потерялась и так далее, но есть хотя бы четыре, то вы все еще можете подключить эту камеру через вот этот первый порт, и она будет работать. Это тоже очень интересное и полезное свойство. У ЮТЭПа же все восемь активных ПОЭ портов обладают вот этим стандартным ПОЭ, по которому идут только четыре жилы. Что это нам дает? Это значит, что на один кабель, стандартный кабель Ethernet, мы можем подключать сразу две камеры и обе ПОЭ. В некоторых случаях это очень сильно спасает, и поэтому надо помнить, что ЮТЭПа обладает таким вот интересным свойством. В целом, это все, наверное, различия, которые между ними существуют. Единственное, что еще я скажу, это про активный ПОЭ. Я несколько раз уже сказал слово активный ПОЭ, не зря. Дело в том, что существует активное ПОЭ оборудование и пассивное ПОЭ оборудование. Чем же они отличаются кардинально? В оборудовании, которое в основном стоит намного дешевле и не такими, скажем, именитыми производителями, выпускается очень часто, бывает пассивное ПОЭ. Пассивное ПОЭ – это когда питание на все порты раздается одинаково и всегда независимо от того, что подключается на другом конце. Даже если у вас подключается там ноутбук, либо обычный роутер, которому не надо ПОЭ, либо еще какое-то оборудование, ПОЭ будет идти все равно. И если у вас на другом конце нет защиты от этого ПОЭ, то у вас может и повредиться оборудование в том числе. Что же делает активное ПОЭ? Активное ПОЭ, перед тем, как подать, собственно, питание на другой конец, оно сначала сканирует оборудование, которое там стоит и точно знает, существует там поддержка ПОЭ или нет. Если поддержка ПОЭ существует, только после этого начинает идти, собственно, ПОЭ питание. Второй плюс ПОЭ активного в том, что если в данном случае вот у нас видеокамеры, когда видеокамера стоит далеко, то ПОЭ определяет приблизительно расстояние до оборудования, то есть по сопротивлению, скорее всего, и знает, какое напряжение надо подать в кабель, грубо говоря, для того, чтобы до камеры дошло достаточно для ее работы. Если у вас камера стоит, скажем, очень близко, то у вас не пойдет там 45 или 48 вольт на камеру, потому что затухание будет маленьким и дойдет очень много. И поэтому на этот порт выделится небольшое напряжение. Если же вы камеру поставили максимально далеко, на 100 метров, то у вас ПОЭ активное просканирует, поймет, что камера стоит далеко и подаст максимум напряжения для того, чтобы до камеры дошло все, что нужно. Вот этим отличается активное ПОЭ от пассивного ПОЭ. Все наше оборудование использует активное ПОЭ. А сейчас мы на практическом примере покажем, как собрать систему, имея камеру, ПОЭ-коммутатор, регистратор и роутер. У нас имеется ПОЭ-коммутатор DAHUA, уличная камера DAHUA с поддержкой технологии ПОЭ, у нас имеется наш микротик неизменный и регистратор DAHUA. Для этого нам понадобятся вот такие патч-корды, но мы будем имитировать ими наши соединения. Первое, что мы делаем, мы подключаем камеру. Вот наша камера, мы включаем в нее один конец нашего патч-корда. Длинный или короткий, неважно. Второй конец, мы берем первый ПОЭ-порт, любой, собственно, можем ПОЭ-порт, начнем с первого и включаем туда нашу камеру. Вот так это выглядит, то есть вот у нас камера включена в первый порт. Теперь у нас ПОЭ-порт нам уже не нужны, камера включена, нам нужны наши оплинки для того, чтобы подключили остальное оборудование. Мы берем еще один патч-корд, в данном случае, подключаем его в один из оплинков, например, в первый, и сюда подключаем наш регистратор. Вот у нас получилась система, когда из камеры информация вместе с питанием у нас попадает через ПОЭ, информация проходит и идет на регистратор, идет запись. То есть, в принципе, система уже рабочая. Уже камера работает, пишет, регистратор работает и записывает данные с камеры. Теперь нам осталось все это подключить только в интернет. Для чего мы будем использовать еще один патч-корд и оставшийся оплинк. Мы подключаем в оплинк с одной стороны и второй конец мы подключаем в наш микротик. Вот так это выглядит. Вот, собственно, система в сборе. То есть, информация с камеры попадает в ПОЭ коммутатор. С ПОЭ коммутатора она одновременно уходит на регистратор и все это может быть доступно через интернет. Вот такая простая схема. Эту же схему я покажу на примере Ютепа. Как мы уже знаем, у нас у Ютепа оплинков нет. Поэтому мы берем камеру, где наша камера, вот наша камера, и включаем ее вообще в любой порт, какой захотим. ПОЭ порт. Теперь нам надо подключить регистратор. Регистратор у нас, как мы знаем, ПОЭ не поддерживает в данном случае. Но, поскольку это активное ПОЭ, вы можете смело включать регистратор в любой порт. И будьте уверены, что ПОЭ на регистратор не пойдет, поскольку коммутатор будет знать, что регистратор ПОЭ не использует. И ПОЭ в этот порт не подаст. И точно так же вы берете наш роутер и подключаете опять же в любой порт нашего ПОЭ-коммутатора. И опять же ПОЭ на него не пойдет, поскольку коммутатор будет знать, что и роутер также ПОЭ не использует. И у вас из двух лампочек, которые есть у каждого порта, будет загораться только одна, только линк. А ПОЭ желтого света загораться не будет, будет загораться только зеленый линк. У камеры же будут гореть обе лампочки, и ПОЭ, и линк. Вот таким вот нехитрым образом происходит сборка систем. В сегодняшнем видео мы с вами узнали, что такое ПОЭ-коммутаторы, зачем они могут быть нужны, как работают. И рассмотрели это на трех примерах. На примере Ютепа, в примере Дахо и ОНВ. Узнали их сильные и слабые стороны, узнали какие различия, а также на примере конкретном увидели, как собирается система. Надеемся, это видео было для вас полезным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До следующих видео.